Так, начинаем. Сегодня, как я сказал, это последняя лекция по... не вообще последняя лекция, а по языковым конструкциям. В общем-то, всё. То есть, сегодня мы ещё поговорим про какие-то языковые конструкции. Я считаю, что C++ уже в достаточном уровне, мы как бы знаем. Будет ещё одна лекция по стандартной библиотеке, и потом перейдём уже к практическим вопросам, это про многопоточность поговорим. Но в основном мы уже про язык C++ практически самое важное проговорили. Сегодня я хочу поговорить про обработку ошибок. Для начала я хочу, чтобы вы понимали, что следует разделять ошибки, которые могут возникать, которые возникают естественным образом, но, например, файл не удалось открыть. Это ошибка, которая штатная, её нужно уметь обрабатывать. Есть другой тип ошибок, логический. Это когда есть какие-то ошибки, сделанные программистами. Из-за этого работает программа неправильно. Их, соответственно, нужно обрабатывать по-другому. То есть, если это ошибка какая-то, сделанная программистом, то зачастую лучшей стратегией будет просто прекратить выполнение работы, потому что неизвестно, к чему может привести дальше работа. То есть, нужно проверять соблюдение контрактов. Если ваша функция, допустим, должна принимать значение от 1 до 100, а она получила значение 200, значит, что-то пошло не так. Лучше, чтобы об этом стало известно как можно раньше. Это логические ошибки. Бывают второй класс ошибок, как я уже говорил, их надо просто уметь обрабатывать. Подходы к обработке ошибок C++. Как правило, 2. Это через какое-то возвращаемое значение и через исключение. Ну, через какое-то возвращенное значение. Это довольно концепция такая интуитивно понятная. То есть, мы можем возвращать либо там true, false. То есть, true все хорошо, например, false что-то не так. Но лучше, если уж выбрали такой путь, то лучше возвращать какую-то более осмысленную ошибку. Например, завести перечисление и там перечислить какие-то типы ошибок. Там не удалось открыть файл, кончилась память, что-то еще. Потому что чем полнее будет диагностика, тем проще будет поддерживать программу, исправлять в ней ошибки. Ну, соответственно, завели мы какие-то значения. И в случае успеха возвращаем одно значение, а в случае ошибки возвращаем какое-то другое значение. Можем проверить. И если ошибка, показать ошибку или еще как-то обработать ее. Чем это хорошо? Ну, очевидно, это просто. Просто это хорошо. Есть и минусы. Минусы это ошибку можно проигнорировать. То есть вы не можете навязать разработчику, который будет пользоваться вашим кодом, чтобы он обязательно проверял возвращаемые значения. Он это может проигнорировать, и поведение станет уже работой неопределенной. То есть может происходить все что угодно. Ну и далее это все-таки делает в каких-то случаях код громоздким. Например, ну, помимо того, что нужно постоянно проверять на то, произошла ли ошибка, если произошла, то какая. Ну и также, например, если вы хотите... Вот, например, у вас функция, которая читает какие-то данные, их возвращает. Если в процессе произошла ошибка, нужно как-то об этом информировать. В случае возвращаемого значения у вас, соответственно, эта конструкция сразу вырастает до нескольких строк. И код, где используется проверка возвращаемых значений, он обычно получается довольно громоздким. Со стороны C++ есть поддержка такого подхода. Находится это в заголочном файле SystemEarer. Что предлагается? Ну, естественно, вы можете пойти своим путем, просто я расскажу о том, что есть в стандартной библиотеке для этого. Подход следующий. Есть два понятия. Это код ошибки и категория ошибок. Категория ошибок – это, например, работа с сетью, работа там с файлами. То есть это две разных категории ошибок. Предлагается что? Есть уже какие-то там предопределенные значения, но это неинтересно. Я расскажу о том, как использовать свои. Допустим, пишем мы какой-то HTTP клиент. Нам, соответственно, нужно обрабатывать HTTP ошибки. Мы заводим какое-то перечисление, где описываем коды ошибок. Вот там 404 ошибка, не найден файл. 200 – это все хорошо. Категорию заводим свою. Категория – это класс, который отнаследован от класса ErrorCategory из стандартной библиотеки. Этот класс имеет две виртуальные, две абстрактные функции, которые нужно переопределить. Не можно, а нужно, потому что, ну, вы помните, что если не переопределить чисто виртуальный метод, то не скомпилируется. Это следующее. Первое – это имя категории ошибок. Ну, то есть для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы разработчик мог показать ошибку в таком текстовом виде, чтобы человеку было понятней. Ну, и вторая функция – она конвертирует вот эти вот коды ошибок тоже в текстовое представление. То есть если это 200, например, возвращаем ОК. 404, not found. Далее мы можем написать себе для удобства, это уже не обязательно, функцию, например, make error code. И она будет, ну, это просто удобная обертка. Она будет, соответственно, вот эту вот категорию ошибок заворачивать вместе с кодом ошибки и возвращать вот такой вот объект – std и error code. Как с этим работать? Работать с этим следующим образом. Есть у нас, например, написали мы какой-то метод, download, который загружает что-то там по какому-то урлу. Ну, и, допустим, у нас произошла ошибка, мы возвращаем, создаем код ошибки, что not found, и возвращаем вот этот вот объект. В вызывающем коде можно будет проверить его if error, то есть там произошла какая-то ошибка, не нулевое значение. И если это произошло, можно вывести, например, это в консоль. То есть стандартная библиотека предлагает вот такой вот подход, ну и, соответственно, мы получим текст о том, что произошло. Второй подход к обработке ошибок – это исключение. Исключение – это что-то, что нельзя проигнорировать, то есть нам навязываются определенные правила поведения, если мы их будем игнорировать, программа завершится аварийно. В каких случаях? Сейчас чуть попозже. В качестве исключения может выступать любой объект. Это может быть как пользовательский какой-то тип, могут быть просто какие-то встроенные типы. Это неважно. Естественно, лучше использовать какие-то классы, которые будут собирать какую-то дополнительную информацию. Как я говорил, чем больше информации об ошибке, тем проще ее локализация и исправление. Например, вот я такой вот написал класс, который я буду использовать в качестве объекта исключения. То есть потом мы можем в месте возникновения ошибки мы можем его создать, этот объект, и пробросить его дальше, чтобы где-то вызывающий код мог это исключение перехватить, его обработать. Что я здесь, чем я обогатил этот класс? Во-первых, сообщением об ошибке. Второе, это имя файла с кодом, где находится место, где было выброшено это исключение, и строка, где это произошло. Конструктор простой, я просто в списке инициализации запоминаю тексты и файл со строкой. Да, сразу плюсы и минусы. Плюс это то, что нельзя проигнорировать, то есть мы навязываем определенное поведение, и разработчик, который будет пользоваться нашим кодом, он должен придерживаться этих правил, иначе просто это будет приводить к завершению работы. Это плюс. Есть минусы. Первое, есть такое мнение, что это сказывается на производительности. Так это или не так, чуть попозже мы поговорим, посмотрим. Ну и тоже минус, это то, что неправильно используя исключения, можно очень сильно усложнить логику программы. Что я понимаю под неправильным использованием? Например, использовать исключения для построения логики. То есть, например, пользователь ввел какое-то значение недопустимое, мы выбросили исключение, где-то там его поймали. То есть мы, получается, строим логику на таких заувалированных go-to переходах. Это усложняет понимание программы. Поэтому исключения надо использовать правильно. То есть для исключительных ситуаций. Что такое исключительная ситуация? Это ошибка, которая, если произошла, то если ее проигнорировать, дальше не имеет никакого смысла ничего делать. И которую мы не можем обработать здесь и сейчас. Как пример, если у нас программа должна прочитать, например, конфигурационный файл, и без него она не может работать, то отсутствие такого файла — это исключительная ситуация. Что мы можем сделать в данном случае? Просто показать какую-то ошибку, и все, больше мы ничего не можем здесь сделать. Если же, допустим, мы обрабатываем пользовательский ввод, и пользователь ввел какое-то недопустимое значение. Это не исключительная ситуация. Мы можем обычно мифом проверить и заново попросить ввести. То есть это уже не исключительная ситуация. Дальше. Про использование исключений. Вот, соответственно, написали мы этот класс. Error. Дальше. Где-то, где у нас что-то пошло не так, мы можем выбросить это исключение. Какое-то сообщение об ошибке. Вот это вот файл ELINE — это такие директивы компилятора. Он на этапе компиляции вместо них подставит имя файла, где находится эта строка, и номер этой строки. Как обработать исключения? Здесь у нас мы вызвали функцию, там вылетело исключение. Соответственно, в блоке catch, если у нас тип выброшенного исключения совпадет, то мы окажемся в этом блоке и сможем что-то там сделать. После этого, соответственно, уже считается ошибка обработанной. Когда говорят об исключениях, то говорят о гарантии безопасности. Что под этим подразумевается? Exception safety. Первое — это то, что гарантированное у нас исключение нет, быть не может. Это самая строгая гарантия безопасности. К ней надо стремиться. Она не всегда достижима, но стремиться к ней нужно по возможности. Дальше. Строгая гарантия. Это модель транзакционная, то есть мы либо применяем все, что в транзакции было, либо откатываемся назад, и состояние нашей программы не меняется. Как пример, то есть у нас гарантия, что никаких побочных эффектов не будет. То есть если мы, например, стали в какой-то контейнер добавлять какие-то значения, нам не удалось их полностью целиком все добавить, то мы должны гарантировать, что контейнер, куда мы добавляли, останется в том же состоянии, в каком он был до того, как мы начали операцию. Вот пример, как можно реализовать такое поведение. Ну вот, нам, допустим, нужно в какой-то контейнер добавить какие-то значения. Что мы делаем? Мы делаем сначала копию этого контейнера, потом уже в копию добавляем значения. Если у нас где-то здесь произошло исключение, ничего страшного не произойдет. Временный объект будет удален, а исходный контейнер никак не изменится. Если же нам удалось все добавить, мы потом просто берем, меняем эти контейнеры местами. Swap у нас гарантированно не бросает исключений, поэтому в итоге мы получим желаемый. Ну и опять же, в TMP у нас окажется Source, то есть здесь на выходе мы временный объект, он сам удалится, а в том контейнере, куда мы добавляли, появятся вот эти вот старые значения плюс новые. То есть вот, естественно, это не бесплатно. То есть здесь вы уже догадались, что платить за такое поведение приходится производительностью. Это нужно создать какую-то копию. Ну, в общем, какие-то дополнительные действия нужно сделать, чтобы поддержать такие гарантии. В общем-то, обычно бывает достаточно базовые гарантии. это то, что у нас в процессе каких-то выполнения каких-то операций может произойти исключение, могут быть побочные какие-то эффекты. Вот, то есть в тот же контейнер мы стали добавлять значения, часть добавили, то есть это побочный эффект, что его состояние изменилось, в нем появились новые значения, но не все, как мы ожидали. Но при этом мы должны поддержать следующий вариант. Мы должны гарантировать, что у нас объекты останутся в консистентном состоянии, что не будет утечки никаких ресурсов, ни памяти, никаких открытых соединений, ничего. То есть вот это базовая гарантия. Побочные эффекты быть могут, но объекты остаются в нормальном состоянии, с ними можно работать дальше, и утечки ресурсов не происходят. Самая слабая гарантия, это никаких гарантий, то есть все, что угодно происходит. В общем-то обычно люди, когда не стараются и пишут код, так и получается, но делать так не надо. Хотя бы базовую гарантию нужно, нужно всегда, всегда соблюдать. В результате исключений у вас не должна программа становиться в неопределенном состоянии, не должно быть никаких утечек. Как происходит поиск подходящего обработчика для исключений? Здесь смотрите, один у меня базовый класс, Error, от него я отнаследовал аргумент Error класс. И что я хотел показать этим примером? Допустим, в производном классе я его как-то обогатил дополнительной какой-то информацией. То есть здесь какое-то дополнительное сообщение в нем появилось. И есть у меня функция, которая открывает файл. Если, допустим, имя пустое туда передали, то есть я проверяю контракт, что с моей функцией работают правильно, то я выбрасываю вот это вот исключение. Код, вызывающий у меня следующий. Блок try. Здесь я открываю файл и потом пытаюсь его прочитать. Здесь в open file... Так, ну допустим, в open file у нас вылетит исключение. Допустим, то же самое аргумент Error вылетело. Поиск происходит следующим образом. Как мы читаем код сверху вниз, в таком же порядке будет происходить поиск подходящего обработчика. Должно быть полное или частичное совпадение типов для того, чтобы компилятор выбрал именно этот обработчик. То есть если, например, здесь вылетит исключение, которое не является этим типом и не является одним из базовых типов вот этого вот класса, тогда компилятор перейдет к следующему блоку, начнет искать там обработчик. Если же нашлось какое-то совпадение, это был или аргумент Error вылетел, либо Error, потому что это отнаследовано от него, то мы, соответственно, попадем в этот обработчик. Если не удалось найти ни одного блока, то происходит следующее. Мы на текущем уровне вызова компилятор удаляет временные объекты, которые были созданы здесь и переходят на уровень выше по стеку вызовов, то есть вызывающую функцию. Там продолжается поиск подходящего обработчика. Если дошли до мейна и не нашли подходящего обработчика, то вызывается функция Terminate. Catch 3 точки ловит любое исключение, вообще любое. То есть это его и плюс, и минус. Плюс в том, что он ловит любое, минус в том, что мы не знаем, что мы поймали. Если мы знаем тип исключения, сейчас секундочку закончу, то мы можем, используя это знание, получить какую-то специфическую информацию, которая в нем есть. Здесь мы уже ничего не знаем о типе исключения, которые поймали, ничего сделать не можем. Мы как бы в Java не можем сделать exception-e и e-stacktrace? Stacktrace нет. Нет, нет, не можем. Во-первых, и стактрace нет. Есть сторонние библиотеки, которые это реализуют. Но это все очень платформозависимо. Поэтому в стандарте нету такого класса, который бы показывал стэк вызовов. И да, и нету базового какого-то исключения. В стандартной библиотеке есть базовый класс std exception. Но, как я говорил, в C++ можно выбросить объект вообще любого типа. Необязательный std exception. То есть, да, мы можем в самом последнем обработчике ловить все std exception, и мы поймаем по крайней мере все исключения, которые могут возникнуть в стандартной библиотеке. Но разработчику ничто не мешает свой тип использовать исключений, тогда мы его не поймаем. Вот. Что дальше? Полного соответствия, как я говорил, типа не требуется. то есть, если они... Если это базовый класс, там, или... Ну, он будет использован. Отсюда, кстати, какая мораль? Что если мы, например, кетч три точки поставим здесь, никогда мы не попадем в эти обработчики. Поскольку три точки это наиболее общее такое условие, то мы всегда будем проваливаться в этот обработчик, а в эти никогда. И так же, если мы поменяем error, поставим сюда, то если мы выбросим аргумент error, то мы не попадем в него, потому что сверху будет стоять базовый класс, мы всегда будем попадать туда. Да, дальше еще я забыл сказать. Обратите внимание, что ловлю я исключения по константной ссылке. Почему именно так? выбрасываю я значения, выбрасываю исключения по значению, перехватываю по константной ссылке. Если бы я ловил бы по значению исключения, то воспринимайте это как вызов функции. То сюда бы аргумент копировался, объект копировался, выполнялось бы копирование. Чем это плохо? Ну, в ситуации, когда произошла какая-то исключительная ситуация, например, память закончилась, мы копируем, то есть аллоцируем еще память. То есть, соответственно, ну вообще уже добиваем, у нас вообще тогда ничего не работает. Ну и плюс, опять же, лишние копии это плохо. Ну зачем делать действия, которых можно избежать? То есть, лишнего копирования лучше избегать. поэтому ловлю по константной ссылке. Почему не по обычной ссылке? Ну потому что мне не нужно изменять вот этот вот объект. Это информация о событии, которое уже произошло. Как я должен его менять? Ну, чисто логически, наверное, я не должен его вообще менять. Вот. Почему я здесь не выделяю, не создаю этот объект в куче и его не выбрасываю? Ну, потому что если я создам этот объект в куче, то есть, через нее брошу указатель, то возникает вопрос потом, где его удалить? То есть, ну много возникает проблем, о которых приходится думать. Поэтому проще всего создать по значению, пробросить, ловить по константной ссылке. И еще такая вот причина, почему по ссылке. Потому что если перехватывать по значению, мы, допустим, выбросили какой-то производный класс, а ловим по типу базового класса. Соответственно, у нас происходит срезка к нему. Мы это обсуждали, когда говорили про функции. есть еще возможно это стоит об этом сказать, что есть отдельное исключение C++, а есть исключение операционной системы. Например, когда поделили на 0, то операционная система генерирует там свое исключение. Это не исключение C++, поймать его через к 4-точки не получится. Есть, конечно, библиотеки, которые позволяют оборачивать такие системные исключения и ловить их как исключение C++, но по умолчанию нет, это разные вещи. Про раскрутку стека я сказал, давайте на примере посмотрим. Значит, у меня что есть? Есть какой-то класс А, есть такая вот иерархия Error файл Error Причем даже наверное Вот Что у нас происходит? Вызываем мы функцию Bar В этой функции у нас создался объект типа A A2 Потом создался A3 Потом мы вызываем FU То есть переходим сюда Это у нас следующий фрейм стека Здесь мы снова создаем объект и выбрасываем исключения Что здесь происходит? Не найдя в этом стеке не найдя в этом фрейме стека обработчика начинается раскрутка стека удаляются локальные какие-то объекты созданные на этом уровне вызова и начинается поиск подходящего обработчика вызывающей функции вызывающей функции мы также не находим подходящего обработчика потому что у нас это база выбросили мы базовый тип а пытаемся поймать производный в данном случае компилятор не может интерпретировать error как файл error поэтому здесь также удаляются локальные объекты и дальше происходит переход на уровень выше если же подходящего обработчика так и не удалось найти то вызывается терминейт что такое терминейт почему это плохо потому что по умолчанию терминейт делает одну вещь вызывает функцию аборт из стандартной библиотеки C аборт делает ровно одну вещь это немедленно завершает работу программы соответственно у нас если какие-то были там объекты где-то то при нормальном завершении работы программы происходит вызов деструкторов у них когда они удаляются здесь ничего такого не будет происходить аборт это просто выстрел в голову программа немедленно завершается никакие деструкторы не вызываются в общем катастрофа поведение терминейт можно изменить можно установить свой обработчик сет терминейт но не знаю нужно ли это вам просто такая возможность есть вот соответственно мораль какая что до вызова терминейт доводить не нужно где уместен кэч три точки то есть перехват вообще всех исключений какие-то могут быть любого типа место для него уместное для него место ровно одно это функции main то есть у нас в main есть блок try и здесь мы уже начинаем работу нашей программы внутри этого блока try дальше если где-то код написан неверно и он не ловит исключений и исключения аж пролетели до самого верха по цепочке вызовов то просто чтобы нормально завершить работу программы с вызовом деструкторов там совсем мы просто перехватываем там пишем что вот что-то плохое произошло и все больше нигде использовать catch три точки не нужно потому что ну как я говорил мы теряем информацию о типе произошедшего исключения ну и ну что мы напишем что-то плохое произошло понять что именно произошло и как это обрабатывать мы не поймем из этого исключения можно перезапускать здесь я тоже привел пример с тремя точками для простоты выбросили исключения если там где-то по цепочке вызовов вылетело исключение мы его поймали просто написали что что-то произошло плохое и просто его перевыбросили то есть информация о типе исключения потеряна не будет где-то по верху по цепочке вызовов мы сможем его снова поймать и обработать ключевое слово но и except но и except если мы добавим к функции говорит компилятору о том что эта функция никогда не выбрасывает исключений то есть из нее не может никогда вылететь исключение если же этот контракт нарушается и вылетает отсюда исключение то происходит вызов функции терминейт то есть выстрел в голову программе это плохо поэтому если уже вы говорите что вы гарантируете что исключения не будут вылетать нужно это обещание сдержать для чего это нужно компилятор для того чтобы обрабатывать исключения добавляет некоторую информацию в код для того чтобы можно было исключение с исключениями но обрабатывать исключения естественно это какие-то определенные накладные расходы там размер кода увеличивается насколько увеличивается сейчас чуть попозже поговорим но если компилятор видит что вы написали ну accept то он соответственно может эту информацию в код не вставлять таким образом код получается компактней код компактный значит он лучше укладывается в кэш значит теоретически работает быстрее все происключение в деструкторе когда у нас происходит раскрутка стека то происходит удаление каких-то объектов которые были уже созданы по стеку вызов соответственно вызываются у них деструкторы если в этот момент когда происходит раскрутка стека из деструктора выбросить исключение то есть объект удаляется у него вызывается деструктор и мы там выбрасываем исключение то в общем это приводит к вызову терминейт с 11 стандарта все деструкторы неявно компилятором помещаются как но accept поэтому происходит вызов терминейта отсюда мораль деструктор исключения покидать не должны ни в коем случае хорошо ли бросать исключения в конструкторе я в общем считаю что да хорошо почему потому что мы тогда получаем следующую гарантию что пользователь вашего кода он если создает какой-то объект он либо его получает уже созданный в каком-то правильном консистентном состоянии то есть с этим объектом можно работать либо он получает исключение вместо объекта то есть он у него не может быть такой ситуации что он получил какой-то объект который находится в каком-то неконсистентном состоянии я считаю это хорошо но вот то есть выбросить из конструктора исключения нормально но есть следующий момент давайте такой код посмотрим здесь мы в списке инициализации создали какой-то буфер выделили память после этого попадаем уже в тело конструктора и здесь выбрасываем исключения у нас есть гарантия на то что во-первых будет автоматически без нашего участия освобождена память которая была выделена под этот объект во-вторых что все поля которые были проинициализированы они будут корректно удалены то есть у них будут вызваны деструкторы соответственно вот память которую занимает этот указатель она будет корректно освобождена но то на что этот указатель указывает освобождено не будет то есть у нас мы задумывали как что мы в конструкторе память выделим а в деструкторе потом эту память освободим но поскольку мы из конструктора выбросили исключения то объект у нас этот создан не был а если не был создан объект то у него не будет вызван деструктор то есть таким образом мы получили утечку памяти как с этим жить что делать так я сейчас тут не написал в общем делать нужно следующее нужно использовать так сейчас пример я должен был написать что делать вот он этот пример чуть дальше соответственно мы должны использовать вот эту вот идиому C++ рай то есть что это означает мы могли бы не выделять таким образом память а могли бы использовать либо умный указатель какой-нибудь уникптр например либо написать свой класс простой буфер который бы являлся оберткой над вот этой вот голой памятью здесь мы в конструкторе выделили память в деструкторе ее удалили соответственно если мы теперь вместо голого указателя будем использовать такой объект то что у нас происходит в списке инициализации этот объект у нас был полностью сконструирован внутри него была выделена память дальше мы бросаем исключение происходит удаление всех уже созданных объектов внутри этого класса начинает удаляться вот этот объект буфер в деструкторе он освобождает выделенную память никакой утечки не происходит в C++ уже есть развесистая иерархия исключений в стандартной библиотеке все они находятся в заголочном файле std.except для них для всех базовый класс это exception чем он примечателен в принципе только тем что он позволяет он в конструкторе может какое-то сообщение запомнить и у него есть метод вот то есть этот метод позволяет запомненное сообщение вернуть то есть таким образом мы знаем что поймав любое исключение из стандартной библиотеки по вот этому типу exception мы можем как минимум узнать текст об ошибке здесь соответственно она довольно развесистая бета lock у нас вызывается когда не удалось выделить память бет каст у нас вызывается когда через dynamic каст нам не удалось скастить объект по ссылке ну и далее здесь примечательно что я не буду все сейчас говорить примечательно logic error целый класс здесь это логические ошибки то есть ошибки которые происходят потому что разработчик некорректно написал код то есть их как-то в отдельную сторону выделили и runtime error это которые происходят независимо от того что разработчик что-то неправильно написал то есть они просто происходят соответственно рекомендация какая если вы хотите какие-то свои использовать исключения используйте в качестве базового класса std exception ну а лучше logic error или runtime error то есть уже более как-то это специализированные классы для чего нужно наследоваться от вот этого базового для того чтобы разработчики которые ничего не знают про ваш тип исключения они хотя бы по типу std exception могли поймать исключения и хотя бы получить текст что там произошло ну давайте теперь посмотрим как исключения работают уже внутри что там компилятор делает для того чтобы исключения работали код следующий как вообще это посмотреть что там происходит ну взять скомпилировать код потом его дезассамблировать и посмотреть что там происходит написал я следующий код есть какая-то структура где у нее есть конструктор есть деструктор есть функция которая помечена как no except то есть она никогда не выбрасывает исключения из нее никогда не могут пролететь исключения по контракту и функция которая создает этот объект и вызывает эту функцию посмотрим что произошло ну здесь мы видим откомпилировать я в общем порезал тут то что не сильно нам интересно я дальше везде в ассемблерном коде режу чтобы нагляднее было конструктор деструктор и функция очень простые то есть они просто возвращают сразу происходит выход из них то есть никакой работы там не делается вот это вот функция которая создает объект и потом вызывает функцию она вот имеет какой-то код вот это вот часть вступительная что она делает она сохраняет в стеке регистр rbp потому что возможно кто-то его там использует и чтобы мы его не перетереть мы его сохранили на стеке и потом мы его используем записываем в него rsp вот здесь вот смотрите rsp это стек pointer то есть указатель на стек мы вычитаем 16 байт из этого значения это собственно выделение памяти на стеке почему именно 16 байт хотя объект у нас пустой потому что здесь выравнивание выравнивание стека там в общем вот конкретно на этой платформе есть соглашение что данные на стеке должны выровнены быть кратно 16 поэтому именно 16 это выделение памяти под объект вот этот вот а дальше мы вызываем конструктор дальше вызываем функцию дальше соответственно мы вызываем деструктор потому что выходим из области видимости и вот это вот rsp это мы очищаем память на стеке то есть мы сдвинулись на 16 байт потом на выходе из функции вернулись на 16 байт ну и восстанавливаем регистр rbp все возвращаемся из функции дальше я вот такие вот вещи не буду показывать я их буду резать оставлю только самую суть смотрите дальше я в этом коде сделал ровно одно изменение я у функции бар убрал но except то есть теперь компилятор не может но он понимает что из этой функции или там она кого-то вызывает ну может вылететь исключение к чему это привело сама функция бар не изменилась а вот функция фу у нас изменилась появилось следующее смотрите ну также у нас там выделилась память на стейке создался а вызвался бар дальше теоретически может вылететь из этой функции исключение поэтому компилятор помимо вызова деструктора ну как будто исключения не было он также удаляет временный объект который был создан делает выход из функции в конец функции он добавил так называемый лендинг пат что это такое это как раз тот код который будет вызываться во время раскрутки стека то есть когда во время раскрутки стека мы ищем подходящий обработчик для исключения мы здесь если вылетело исключение мы перейдем сюда здесь удалим созданный в этом фрейме объект и дальше вызовем функцию unwind resume то есть продолжить раскрутку стека вот эти функции они находятся в отдельной библиотечке которая идет вместе с языком C++ и реализует вот такие специфичные вещи в принципе вы можете вот этот код скомпилированный взять написать свою библиотечку с такими же его взять линкер C не C++ который про C++ ничего не знает именно C-шный линкер и скомпилировать их вместе если вы напишите правильно эти функции у вас все исключения будут работать дальше вот собственно я про это сказал появился специальный блок лендинг пат который используется при раскрутке стека дальше добавляем блок catch чтобы посмотреть к чему это приведет написали try здесь вызываем функцию которая теоретически может выбросить исключение сейчас она у нас ничего не бросает но теоретически может потому что она не помечена как noexcept и catch мы здесь ловим типа все исключения здесь вызываем какую-то функцию bass но она помечена как noexcept для простоты смотрим как изменилась функция full ну так же у нас создается объект а вызывается его конструктор потом вызывается функция и дальше у нас появился новый блок помимо вот этого лендинг пада вот он помимо того как бы штатного завершения работы у нас появился еще один блок cxa begin catch и cxa end catch это тоже из той же библиотеки функции вот здесь происходит собственно уже обработка исключения сейчас дойдем посмотрим что происходит при вызове исключения можно уже догадаться что здесь будет происходить так вот здесь если у нас работа шла штатно мы сделаем переход по этой метке здесь у нас компилятор не знаю почему он такой вот код генерит но вот такой вот он сгенерил переход сюда потом переход сюда 2.5 то есть обычная штатная работа когда у нас не было исключений удаляем объект выходим из функции если же у нас здесь произошло исключение то там произойдет переход если был найден здесь обработчик будет переход сюда здесь мы обработаем исключение перейдем сюда отсюда сюда то есть мы исключение обработали дальше у нас продолжается штатная работа выходим из функции удаляем объект и все нормально если обработчик не был найден перейдем на лендинг под здесь соответственно удалим объект который был создан на этом уровне и продолжим раскрутку стека вот здесь я что хотел показать добавили try catch получили новый блок теперь собственно давайте бросим исключение в этой функции я написал throw а то есть здесь создаем объект его выбрасываем к чему это привело функция bar у нас изменилась у нас произошел вызов функции allocate exception то есть мы аллоцировали память под исключение дальше мы создаем объект а ну потому что собственно мы его и будем выбрасывать и дальше делаем переход сюда и здесь мы вызываем функцию troll то есть вот она уже начинает собственно работу по пробросу исключения что еще интересно у нас здесь появился лендинг пэт почему он здесь появился и что в нем находится находится в нем мы вызываем free exception появился он здесь потому что в процессе конструирования объекта исключения может тоже возникнуть исключение поэтому если здесь у нас возникло исключение в конструкторе мы перейдем на лендинг пэт и освободим память которую выделили под объект исключения но если штатная работа будет просто соответственно выйдем дальше а вот смотрите троу никогда не не возвращает выполнение то есть мы никогда из этого троу не выйдем мы либо переместимся на оба рабочих исключения либо прошла продолжим раскрутку стека но дальше мы никогда из троу не выйдем дальше что у нас произошло ну в принципе а вот один момент в принципе там все также осталось блок трайк edge все это лендинг патт все как как и было единственное что появилось следующее появилась какая-то где-то дополнительная информация о типе исключения которое было выброшено вот type name for а то есть мы бросаем а соответственно где-то появилась информация о типе исключения она нужна для того чтобы находить подходящий обработчик то есть из всего из этого уже какие мы сделали вывод что какие мы можем сделать выводы первое дополнительно в коде появляется информация о типах исключений которые выбрасываются дополнительно функциях где обработчик try и catch происходит вызов дополнительно двух функций когда мы выбрасываем исключения происходит а локация памяти и происходит вызов функции троу которая тоже что-то делает также дополнительно появляется если у нас функция вызывает какие-то функции которые могут бросать исключения появляются еще лендинг патт это все я план про накладные расходы говорю о том сколько это стоит но это все я компилировал без с выключенной оптимизации давайте оптимизацию включим и посмотрим как этот код изменится здесь я для того чтобы компилятор оптимизирующий не выбросил вообще все не за оптимизировал все в усмерть я добавил немножко логики чтобы он все таки вот это не выбрасывала оставил вот и произошло следующее функция бар где у нас выбрасывается исключение сейчас я логику вам покажу логика простая если x равно одному выбросить исключение посмотрим что произошло что сделал оптимизирующий компилятор проверяет если значение переданная функцию равно единички сделать переход вот сюда ну и здесь соответственно уже привычный нам проброс исключения то есть мы аллоцируем память мы вызываем функцию throw если же мы не выбрасываем исключения просто выходим нулевой overhead исключение ничего не стоит здесь выбросить стоить будет только если мы действительно исключение выбросили тогда да тогда у нас вот это вот происходит если же нет то мы просто возвращаемся никаких накладных расходов в самой функции fu тоже происходит следующее здесь сразу я хочу показать интересный момент здесь мы еще увидели встраивание функции вот это вот смотрите cmp jump equal точно ну очень похоже на то что здесь вот это вот собственно он произошло здесь встраивание функции бар поэтому мы даже ее не вызываем мы просто проверили что x у нас равно единички если равен единички делаем переход сюда и бросаем исключение вот сразу мы здесь и увидели как компилятор онлайн нет функции вот ну и соответственно блок у нас try catch и здесь тоже здесь еще оптимизация хвостового вызова то есть мы не делаем выход из функции а просто прыгаем сразу в эту функцию тоже еще одна оптимизация но что осталось осталась информация о типе исключения вот она никуда не делась а в остальном ну и да код немного увеличился за счет того что все таки вот это вот вот эти обработчики исключения они присутствуют но при этом функции для выброса исключения функции для обработки исключения при этом сам код в общем-то остался довольно компактным то есть можно сказать что до использования исключений на производительность влияет но за счет чего за то что за счет того если мы не будем использовать исключения то по сравнению с кодом который не использует исключений в принципе код не становится медленней у нас может быть просадка перформанса то только за счет того что кода становится побольше и он уже в кэш не очень но не так хорошо укладывается и возможно да здесь уже будут какие-то снижения производительности насколько большое скажи сказать сложно мне кажется что в районе погрешности измерений но не знаю ну то есть опять же мораль какая что если вы написали код какой-то профилировали там нашли какую-то одну функцию коту в которой именно вот и и нужно ее ускорить то возможно стоит ее пометить как но except то есть отказаться там от использования исключений возможно вот именно в этом узком месте это даст какой-то эффект но это как бы последнее дело про исключение понятно все вопросы есть так управление памятью то есть нам хочется ну не то что хочется нам хочется чтобы не было в программе утечки памяти для этого стандартная библиотека предлагает нам два типа умных указателей которые мы можем использовать вместо голых указателей которые возьмут на себя владение объектом и сделают корректное освобождение памяти первый это уникптр очень простой указатель мы в принципе уже много писали кода который работает так же как уникптр принцип простой в конструкторе мы объект запоминаем указатель на объект в деструкторе мы его удаляем соответственно это монопольное владение памятью кто только он владеет объектом никто другой также у него запрещено копирование почему потому что копирование вот эту вот семантику монопольного владения уничтожит ну тогда уже соответственно если два каких-то объекта будут владеть одним и тем же указателем произойдет двойное удаление это неопределенное поведение поэтому копирование запрещено но перемещение разрешено вот соответственно пользоваться этим так либо пишем уникптр тип который мы хотим чтобы он владел создаем его передаем все он его запомнил и второй способ более предпочтительный это make уник почему ну потому что просто меньше писать во первых мы не дублируем одно и то же два раза вот ну и в случае шарит ptr это еще дополнительно имеет значение чуть позже также можно не просто одиночные объекты можно и массивы выделять на кучи он также их запомнит и корректно их удалить то есть разделить квадратные скобки в принципе особо больше про него нечего говорить единственное что могу сказать что обычно он именно он и нужен в 95 процентах случаев нужен уникптр шарит ptr это нужен редко бывает и с ним связано много проблем в плане перформанса об этом потом как-нибудь расскажу значит что делает шарит ptr у него семантика это совместного владения памятью то есть может существовать несколько объектов шарит ptr которые указывают на один какой-то объект при этом объект удалится только тогда когда был удален последний шарит ptr который на него указывал для этого используется счетчик то есть когда мы копируем шарит ptr у нас счетчик увеличивается когда удаляется шарит ptr счетчик уменьшается и если стал равен нулю значит на него на этот объект уже никто не указывает мы удаляем объект создавать его в общем тоже можно вот таким образом шарит ptr но это плохо почему сейчас расскажу лучше использовать мейк шарит во-первых короче во вторых это быстрее получается в плане перформанса лучше в третьих еще и безопаснее почему тут надо рассказать про точки следования в общем все и все плюс плюс есть такое понятие точек следования и компилятору дана возможность изменять программу между точками следования то есть компилятор может если посчитает что быстрее будет выполнить сначала одно действие потом второе между двумя точками следования то он может это делать он может полностью изменить ход работы программы единственное что в точках следования поведения программы должно быть ровно таким как мы написали в коде а между этими точками он может делать все что угодно сделано это для того чтобы ему развязать руки в плане оптимизации и посмотрим к чему это может приводить давайте сразу про то где эти точки располагаются вот местонахождение точек в конце выражения точка с запятой в точке вызова функции после вычисления всех аргументов какой последовательности аргументы вычислять на усмотрение компилятора сразу после возврата из функции и после первого выражения ну в данном случае а вот выражение следующих конструкциях это логические и или запятая терминарный оператор здесь еще какое правило что если программа между двумя точек следования пытается изменить одну и ту же переменную это ведет к неопределенному поведению то есть вот такая вот конструкция x равно x плюс плюс это неопределенное поведение потому что точка следования у нас находится здесь вот 1 вот 2 вот здесь вот компилятор может делать все что посчитает нужным а мы модифицируем одну переменную между двумя точками следования соответственно это неопределенное поведение вот такое вот иногда там в каких-то тестах пишут что будет будет неопределенное поведение здесь тоже мы модифицируем одну и ту же переменную между двумя точками точками следования так вот возвращаясь к этому примеру который я хочу показать мы вызываем функцию в эту функцию передаем шарит ptr причем к ну как бы конструируем объект его передаем туда и еще делаем какой-то вызов функции компилятор может заменить это выражение на следующее сначала например вот это вот выражение выполнить создать указатель потом вызвать функцию а потом уже создать шарит ptr и в него передать вот этот вот указатель чтобы ли нам произойдет если из функции бар вылетит исключение произойдет утечка памяти потому что вот этот вот указатель то на что он указывает никто не удалит поэтому чтобы такого избежать можно во первых ну написать так то есть мы здесь на отдельной строке вот у нас точка следования соответственно здесь у нас будет объект создан дальше мы его передаем все хорошо все работает или второй способ предпочтительный это использовать мейк шарит теперь давайте посмотрим как шарит ptr устроен написал я следующий код смотрите это шаблонный класс то есть он тот шарит ptr который стандартной библиотеке он устроен похожим образом по тем же принципам ну конечно несколько сложнее это для простоты сделано он принимает вот это значит шаблон который инстанцируется каким-то типом кто этот объекта этого объекта этого типа мы будем хранить в этом шаре птере здесь нам понадобится структура которая содержит во первых указатель на этот объект во вторых счетчик ну и мы соответственно в каждом объекте шарит ptr будем хранить указатель на эту структуру логика какая когда мы конструируем шарит ptr мы можем мы создаем выделяем память вот эту вот структуру дата кладем туда указатель и счетчик ссылок делаем равным одному когда мы когда у нас шарит ptr удаляется мы вызываем функцию релиз в этой функции релиз мы уменьшаем счетчик далее проверяем что если счетчик стал равен нулю значит это последний шарит ptr который указывает на этот объект и можно удалить во первых сам объект во вторых память под эту структуру с данными которую мы выделили почему мейк шарит в плане производительности лучше потому что мэйк шарит устроен таким образом чтобы во первых вот этот вот объект создать одной аллокации памяти то есть мэйк шарит выделяет память равную size of t плюс size of data то есть за один за одно выделение памяти он выделяет сразу достаточное количество и для этого блока и для объекта и для блока с данными во первых это локальность данных это хорошо во вторых вместо двух вызовов происходит один вызов на выделение памяти до так же как и везде внутри лямбды вот вот те правила вот так же работают лямбда что такое лямбда вот как бы мы ее реализовали если бы нам нужно было в принципе вот есть и все плюс плюс функторы это класс у которого есть оператор круглые скобки соответственно когда мы объем мы можем потом писать объект этого класса круглые скобки то есть вызывать как будто мы вызываем функцию какую-то что такое захваченные лямбдой какие-то поля ну какие-то значения это могут быть поля этого класса плюс лямбда она что она не имеет имени ну по крайней мере мы не знаем какого никакого имени но компилятор то должен знать какое-то имя чтобы ее четко понимать где что поэтому он просто генерирует какое-то имя там рандомное таким образом лямбда в принципе могла бы быть ничем иным как просто обычным классом у которого есть временное имя у которого то что написано в списке захвата это поля этого класса и у которого есть оператор круглые скобки вот лямбда то есть в смысле там вот смотри точки следования написано что сразу после возврата функции любой функции вызов лямбда функции да вот после вызова лямбда функции это точка следования когда мы внутрь попали да потому что вот в точке вызова функции после вычисления всех аргументов так давайте дальше оператор копирования здесь в общем все просто когда мы копируем здесь мы это у нас конструктор копирования мы просто запоминаем указатель на структуру с данными и увеличиваем там счетчик если же у нас копирование через присваивание не это я ошибку написал зачем нам релизить нам не надо релизить а нет надо он указывает на так такой же тип сейчас давайте подумаем да все правильно я написал логика смотрите какая через оператор копирования то есть мы написали x равно y допустим x и y у нас указывает указывают на один и тот же объект это мы проверяем что структура дата она равно копит дата то есть это структура данных одна и та же то есть они оба указывают на один и тот же объект тогда мы ничего не делаем но если они указывают на разные объекты мы соответственно уменьшаем счетчик ссылок у того объекта куда копируем и увеличиваем счетчик ну а откуда копируем понятна логика вот дальше соответственно операторы для доступа к данным через звездочка как будто мы разыменовываем и через стрелочку то есть получаем указатель парные и константные не константные и тест я написал всего этого то есть просто какая-то структура которая в конструкторе выводит что то что я был вызван конструктор деструкторе пишет чтобы вызван деструктор и проверяем эту работу нашего этого шарит ptr а получаем вывод то я не написал ну ладно сами запустите и проверьте что я вас не обманул что действительно конструктор был один раз вызван вот здесь вот копирование и деструктор тоже один раз был вызван про то что предпочитает мы их шарит я уже рассказал проблема циклических ссылок смотрите какая может быть ситуация допустим у нас есть какое-то окошко приложение и на этом окошке есть какие-то виджеты у нас может возникнуть желание в окне понасоздавать эти виджеты и также мы хотим в этих виджетах иметь указатель на родительское окно чтобы виджеты могли просигнализировать туда что что-то происходит вот наивно было бы взять и сделать здесь шарит ptr и здесь шарит ptr почему потому что тогда бы произошло следующее что у нас window ссылается на виджет через шарит ptr и виджет на винду через шарит ptr то есть соответственно они не могут удалить друг друга потому что счетчик ссылок не будет уменьшаться и в итоге мы получим вот эти вот висящие объекты поэтому всегда когда вы пишете код на си плюс плюс задавайте все ключевой вопрос си плюс плюс кто кем владеет здесь очевидно что виджетами владеет родительское окно они наоборот поэтому мы берем код меняем следующим образом в окне у нас мы используем шарит ptr на виджет то есть это владение виджете мы используем вик птр на родителя что такое вик птр это дополнение шарит ptr указатель который сам не владеет объектом но позволяет определить жив ли объект или нет работать с ним можно следующим образом имеется у нас какой-то шарит ptr который ссылается на какой-то объект мы можем вот таким вот образом из него получить вик птр потом этот вик птр мы можем куда-то передавать где-то запоминать в любой момент потом мы через него всегда можем получить доступ к объекту на который ссылается шарик птр или убедит или проверить что объект уже недоступен в тот момент когда мы делаем вик лог лог нам возвращает шарит ptr то есть таким образом счетчик ссылок увеличивается если даже потом здесь вот все остальные шарит ptr будут уничтожены мы будем еще держать объект если же объект уже был уничтожен то соответственно мы можем проверить что у нас вик птр никуда не указывает и понять что мы ничего уже сделать не можем но если удалось то соответственно мы можем потом этот объект использовать про вик птр понятно enable шарит from this иногда в общем нужно бывает из объекта вернуть ссылку на самого себя для того чтобы ну где-то потом это использовать это обычно бывает нужно в каких-то асинхронных операциях то есть когда время завершения операции непонятно к примеру у нас допустим приложение какое-нибудь браузер к примеру вот мы значит открыли страницу страница начала загружаться в тот момент когда страница загрузится мы должны эту страницу показать но вот это вот операция у нас асинхронная то есть когда загрузится страница мы не знаем поэтому мы берем в эту асинхронную операцию передаем шарить птр на собственно страницу в браузере где эта страница будет показана но пользователь не дождался загрузки страниц ну что-то там тупил он ему надоело он закрыл окошко когда закончится асинхронная операция этой странице уже существовать не будет и показать собственно вот этот контент уже будет негде поэтому если мы вик птер передадим в эту асинхронную операцию то на момент завершения асинхронной операции по вик птеру мы сможем получить либо шарить птер на вот это вот окошко в браузере и туда передать загруженную страницу либо понять что уже страницы этой нет и соответственно просто удалить эти данные ничего не делать соответственно вот этого это бывает нужно мы создали страницу в браузере и от нее взяли шарит птер и от этого шарит птера вик птер в этот обработчик синхронной операции передали так вот как нам взять вот этот вот шарит птер от объекта ну наивно было бы сделать таким следующим образом что вернуть шарит птер и туда сунуть виз это привело бы к многократному удалению то есть во первых но если несколько раз будет это вызвано это будет несколько объектов шарит птер которые указывают на один и тот же виз то есть соответственно будет несколько раз сделано удаление правильный способ это использовать enable шарит from без то есть мы можем наш класс унаследовать также вот от такого класса в стандартной библиотеке и потом писать вот так return шарит фон без то есть будет возвращен шарит птер на этот объект есть ограничения по его использованию нельзя это делать в конструкторе объекта и нельзя это делать в деструкторе объекта и то и другое приведет к исключению bad вик птер и второе ограничение это то что шарит на то что уже должен быть какой-то шарит птер существовать который указывает на этот объект ну это до этого добиться просто следующим способом создаем сам объект потом от него раздаем кому нужно на него указатели так на сегодня лекция закончена теперь практическая часть что я хочу чтобы вы для меня сделали вот мне все плюс плюс очень не хватает такой функции как в питоне или все шарпи вот сделайте ее для меня пожалуйста сады я хочу форматировать строку писать вот в таких фигурных скобках номер аргумента и потом сами аргументы и получать отформатированную строку количество аргументов может быть любое типов они могут быть разных единственное условие то что если аргумент поддерживает оператор вывода в поток то есть вот эти вот две операции меньше то соответственно у вас все будет работать если нет то нет если какие-то ошибки в результате работы у вас возникают выбрасываете рантайм и ярор все прошу сейчас напишу